Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем такой видеоотчет о выполнении мужской фигуры в контрапосте в Гризайле. И мы начали с вами в предыдущей серии раскрывать уже потихонечку, как сказать, в цвете, в тоне, да, в тоне, наверное, все-таки. Потому что цвета тут особо не предполагается. Ну и вот сегодня мы с вами продолжим раскрытие. Наверное, можно это смотреть все в несколько ускоренной перемотке, да. Это имеет смысл, вот, ключевой, наверное, момент важный, да, то, что в этом ролике я сейчас, перед тем, как записывать звук, я вырезал все моменты, когда я отхожу, да, на расстояние. И таких моментов достаточно много. И вот мне кажется, что это хорошо, и всем нам это можно пожелать, то есть, когда мы выполняем любое задание, в том числе и такое, да. Это часто сравнивать с расстоянием, как в целом выглядит ситуация, да, потому что вот этого обычно всегда немножко так не хватает в нашей деятельности. Но вот сейчас мы раскрываем фончик, да, фон, когда что-то сближенное, как, например, фон на свету и тело на свету, да, там оно местами сближенное. Ну, приходится выбирать, конечно, кто будет темнее, кто будет светлее, это полезно. Приходится решать иногда даже, да, немножко утрировать, но либо второй вариант, это, конечно, ставить какой-то контрастный фон, да, что будет составлять тогда немножко более легкую ситуацию. И вот видите, что мы постепенно уменьшаем количество белого, то есть, мы стараемся закрыть все, что не очень светлое, таким образом количество белого у нас сокращается, площадь белого у нас сокращается. И потихоньку вот белым остается то, что по отношению к другим местам более светлое. Внутри этого тоже происходит какая-то дифференциация, то есть, мы задействуем все более и более светло-серые оттенки. И таким образом мы закрываем все больше и больше площади того, что было белым. И вот потихонечку уже у нас осталось белым на теле очень немного, и вот оно тоже должно быть закрыться чуть более светлыми оттенками. В массе, если сравнивать, да, если сравнивать в массе. То есть, например, мы видим, что на туловище у нас есть темные места, например, да, но в целом мы понимаем, что туловище, в общем-то, оно освещено, да, верхняя часть спереди освещена. Также вот те места, которые остались, остаются белыми, то есть, там, в принципе, могут быть маленькие темношки, темненькие пятнышки, да, но если мы смотрим на них в целом, то мы понимаем, что эти места светлые, да. Ну вот, соответственно, потихонечку мы еще стараемся как бы не растерять конструкцию, вот если мы с вами ее в рисунке как-то пытались обратить на нее внимание. Если мы, когда раскрыли сразу боковой план, мы таким образом показали освещенный передний и темный боковой план, то сейчас, когда мы уже делим на меньшие места, желательно тоже немножечко конструкцию подчеркивать. А что такое подчеркивать конструкцию? Это значит чуть-чуть конкретизировать, что форма изменила направление и, следовательно, изменилось ее освещение. И вот эти места, где, собственно говоря, меняется освещение, да, это как раз места поворота формы, как правило. Но фон, задача фона, это просто, в общем-то, не мешать, да, то есть, какую-то среду мы даем более-менее на основе того, что в жизни. За счет того, что объект у нас в среде нам легче, уже на более, как бы, последующих этапах работы обычно легче, точнее попадать в тон. То есть, если у нас объект в среде, то попаданием, оно, его можно считать, как правило, более конкретным. Если у нас среда условная, то, как правило, тональность на самом предмете, она тоже становится более условной. Ну, вот сейчас мы смотрим уже внутри теней, какие-то дифференциации тоже вводим. То есть, прежде чем влезть, закрасить самые цвета, мы смотрим, не можем ли мы где-то поправить еще тени, может быть, их сделать где-то контрастнее, где-то мягче. Вот. Почему мы так делаем? Ну, потому что цвета все-таки, как бы, они... Белая поверхность холста, она, как бы, получается ближе к тому, что уже есть, да, а тень, она сильно отличается от белой поверхности холста. И поэтому мы стараемся то, что сильно отличается, вначале, как бы, решить по возможности. По возможности. Понятно, что когда мы все раскроем, там наступят момент корректировки, и выяснится, что очень многое надо менять. Поэтому важна сама попытка. Ну, вот уже какой-то тон у нас на теле пошел потихонечку, да. Тут желательно совместить то, что мы двигаемся быстро, и в то же время не разрушаем рисунок, да, который уже был, иначе мы проделали бы бессмысленную работу. Поэтому очень часто лучше писать сразу без рисунка, да, закрывая просто большие куски, потом постепенно их дифференцируя. А вот если учебная работа такая, которая требует какого-то точного рисунка, то вот временами надо все-таки стараться перед этим его сделать. И таким образом пробовать и так, и так. Двумя способами. Что меняется, да, когда у нас более-менее закрывается, что должно меняться, да, когда у нас более-менее раскрывается в тоне, да и в цвете наша работа? Должна появляться цельность. Должна появляться, жалко, большая цельность. Меньшая дробность. Дробность, она происходит из отмест, которые вылетают по тону. Вылетают по тону, и, соответственно, по мере того, как мы сравниваем тональность и стараемся взять ее более верно, по мере этого у нас работа должна становиться цельнее. Ну, вот там над освещенной частью я беру потемнее, да. Но при этом, конечно, надо понимать, что фотография сделана на постановку карандашную, да, там, видите, немножко ножки пошире стоят. Вот, но уже в момент живописи, как бы, либо там могло быть темное пятно, либо просто оно здесь мне выгодно, потому что у меня там освещенная часть головы. И, соответственно, я его просто могу себе там устроить. Вот какого оттенка делать гряза, или это, конечно, всегда вопрос. В принципе, может быть, не очень важно, да, но если вы оттенок намешиваете, то, наверное, по возможности, конечно, лучше стремиться к какому-то единообразию, если вы цвет именно намешиваете. Поэтому лучше, конечно, если у вас это будет одна какая-то краска, да, плюс белила. Но в данном случае, видите, у нас два разных оттенка здесь немножко соперничают, да. Вот этот момент, мне кажется, все-таки надо от этого уходить, наверное. Немножко мы уточняем границы конфигурации пятен, заодно у нас справится рисунок, да. И подбираем, потихонечку подбираем тон, да, к разным частям тела, уже как бы вводим дифференциацию. По возможности, конечно, нам желательно стремиться в каждом таком действии, это более верно взять крупное пятно, более верно взять крупное пятно. Более верно взять крупное пятно, да, не торопиться, как бы сильно вносить деталей больше. А вот когда вы правите крупное пятно, вы стараетесь его взять более верно. Да, его взять более верно. И за счет того, что вы его берете более верно, как следствие, у вас добавляются детали. Именно вот такая цепочка, она, мне кажется, лучше всегда. Вот какие-то цвета, да, мы прокладываем на освещенные части головы. Смотрим рядышком сразу, да, какие еще есть цвета. Ну и вот сейчас нам надо, уже вот оставшиеся небольшие белые пятна, с ними надо будет, конечно, разобраться, да, кто из них на сколько кого темнее на самом деле. Спасибо. 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 Старайтесь побольше сравнивать в этих ситуациях, потому что стандарт, то, что происходит, то, что мы не смотрим, как правило, нам никогда не хватает слишком хорошо сравненных соотношений между большими участками. То есть мы сравниваем маленькие соседние места, и всегда мы недостаточно сравниваем большие участки и дальние куски между собой, далеко расположенные друг от друга, кто кого на сколько темнее. И по этой причине всегда работа, она может быть в большей или меньшей степени дробной, именно из-за того, что тональные соотношения напутаны. Поэтому вот старайтесь побольше все-таки сравнивать в этих ситуациях, именно в целом ситуацию, и не решать тональность как каждого места, глядя именно на это место. Вот смотрите так, как бы вскользь. Итак, дамы и господа, мы продолжаем. Сейчас видите, что у нас потихонечку фигура стала более цельной. И теперь, конечно, желательно нам более-менее стремиться корректировать те тональные соотношения, которые у нас как-то появились. И вот тут наступает момент какой, что нужно желательно корректировать не из соображений проработки, потому что проработка и моделировка, детализация – это как бы механический процесс. А все время есть соображения попадания в целом. То есть проработка, она потихоньку должна происходить, настолько, насколько у вас хватает терпения. И в то же время желательно, чтобы акцент был все время на то, как отдельные части вписываются в общую картину. При этом важно не торопиться загружать деталями, не торопиться загружать изображение деталями, а на каждую приведенную деталь, вы чуть-чуть намечаете, сделаете более детальнее. Желательно несколько раз окинуть взглядом все целиком и сравнить. Вот сейчас у нас, видите, уже появляются куски, которые решены более мягко. И есть, соответственно, еще части, которые жестко, достаточно контрастно заложены. Но это вот моя личная такая, скажем, скорее, наверное, фишка. Мне просто очень нравится вначале закладывать все достаточно контрастно, потому что обычно, если вначале сделаешь достаточно все нюансно, потом как-то некомфортно этот контраст добавлять. Но я думаю, что это не догма, да, это дело достаточно хозяйское. Боковой план немножко корректируем. Не забываем отходить на расстояние. Ну и вот фактически мы те же самые крупные пятна, которые у нас проложены, мы просто сверху их снова и снова как бы немножко переписываем, да, стараясь потихонечку взять более верно их по тону. Что-то, может быть, обобщается, да. То есть, что-то, может быть, можно как-то в ходе еще немножко поцельнее взять. И за счет этого вот то общее, что вы взяли, да, посмотреть, насколько оно в характере. Вот этот момент, наверное, его можно считать по-своему ключевым. Насколько то общее, во что складываются пятна, да, то есть, те большие пятна, большие линии, да, насколько это в характере. Собственно, именно на этой стадии, конечно, особенно хочется запустить все достаточно ускоренно, да. Потому что, по сути дела, приходится говорить, конечно, одно и то же, да, фактически. Я думаю, что это основное соображение, почему многие авторы каких-то видеороликов, да, их выкладывают в ускоренном режиме под музыку с минимальными комментариями. Потому что непонятно, нужно ли много раз говорить одно и то же. Ну вот, потихонечку, боковые планы, да, мы смотрим, уточняем их, причем еще и по рисунку немножечко. Смотрим, что по рисунку вылетает, какие пятна. Они могут быть не на своих местах, да, несмотря на то, что вы делали рисунок предварительный, да, на самом деле, все равно может быть что-то не на своем месте, не своего размера. Не так развернуто. Немножко уточняем еще силуэт, да. То есть мы как бы не торопимся переходить в следующую стадию какую-то, да, может быть там более проработанную. Мы стараемся на той стадии, на которой мы есть, да, все то, что уже есть, взять просто более верно, да. Спасибо. Немножко, конечно, темновато это сейчас все смотрится. Наверное, надо подумать, как снимать, да, чтобы не было слишком все законтращено, так что в жизни оно несколько все помягче. Ну, по сути дела, мы сейчас занимаемся тем, что уточняем рисунок. То есть вот был у нас рисунок, мы раскрыли в нем большие пятна. Если мы раскрыли пятна, где, ну, не пара тонов, а сразу несколько, там, естественно, туда входит какая-то путаница, да, и, соответственно, их надо корректировать по тону. Ну, и плюс, после того, как мы раскрыли по рисунку, да, нам желательно посмотреть, какой, собственно, рисунок мы имеем в итоге. Не нужно ли его уточнить? Ну, как правило, рисунок практически всегда имеется, что уточнить по рисунку. И вот сейчас, в данном случае, именно это происходит, то есть фактически уточнение всевозможных краев. Немножко меняем тональность потихоньку, да. По сути дела, таких вот сильно светлых мест, да, вот внизу, конечно, уже не должно оставаться. И вот нам надо, да, создать некую среду, относительно которой мы могли бы уже сравнивать фигуру по тону. И вот, да, создать некую среду, потихонечку мы здесь какие-то коррективы, да, вносим в полутона. Сохрячий парень. Тstroke. Сохрячий парень. Сохрячий парень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, конечно, на видео больше беспокоит... Куча светлых пятен на животе... Продолжение следует... Кажется, что надо там было бы разобраться... Но вот этот момент, конечно, уже сейчас... Честно говоря, не помню, когда он должен был бы там произойти... Поэтому остается только наблюдать, вспоминать... И ближняя к нам рука, конечно... А предплечье, да, кажется... Несколько светловатым... Ну, вот так вот какая-то среда, да... У нас тут уже начинает потихонечку появляться вокруг фигура... У меня с ней, конечно, сейчас было бы взять более крупную кисть, наверное, все-таки... Ну, и более-менее мы можем говорить о том, что мы практически раскрыли... Это все какой-то вот был, наверное, один сеанс, да... Просто поделился там на пару роликов... Спасибо вам, дамы и господа, за внимание... Хороших вам рисунков, всего доброго... До свидания... До свидания...